На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Альберто Джакомитти, Джордж Сигал». Часть 2. Джордж Сигал – следующий наш герой, американский скульптор, получивший образование в 1940-й год, придумал совершенно новую практику скульптуры. Он делал гипсовые отливки с медицинским гипсом. Он начинал. Он как живописец. Он из еврейской семьи. Его отец держал кошерную мясную лавку. Сам Сигал, который, будучи студентом, очень рано женился и был вынужден зарабатывать на хлеб. Первое, что он делал, у него была ферма куриная в Нью-Джерси, которую он продолжал делаться, отца, у которого тоже после этой мясной лавки появилась вот эта самая куриная ферма. Но, в общем, никакого этого фермера из него не получилось. Это место в Нью-Джерси, в котором он жил, дом, который он сам построил своими руками юношей, в результате стала его мастерской, потому что скульптуры, которые ему создавали, требовали огромного пространства, как мы увидим. Но начинал он, он получил художественное образование, до этого еще получил образование в литературе и сравнительном изучении религий. И начинал он с абстрактного экспрессионизма, потому что с чего еще можно начинать в 40-е годы, это то, что тогда было общим местом. Но впервые у него скульптура появляется в конце 50-х годов, вот в таком вот, опять-таки, инсталляции, хотя не было тогда такого слова, которую он называл «Легенда о Лоте». Цветная фотодокументация скульптуры Джорджа Сигала «Легенда о Лоте», 1958 год. На фоне некого цветного абстрактного полотна, на котором присутствуют большие пятна бежевого, коричневого, синего и черного цветов, стоит белая скульптура в человеческий рост. Это мужская фигура, которая выглядит так, словно это реальный человек, с головы до ног облепленный белой комковатой глиной. Поверхность скульптуры не гладкая, а комками. Мужчина стоит, опустив голову. Он немного наклонился вперед, обхватив себя обеими руками. Правая нога выставлена чуть вперед. Судя по всему, скульптура выполнена в натуральную величину. Она напоминает тела людей, окаменевших в потоках лавы, найденные на раскопках в Помпеях. Это библейская легенда о том, как Лот с его дочерьми бежит из обреченного на гибель Содома, и его дочери ночью, решая, что он последний мужчина, выживший, и что надо продолжить человеческий род, напаивают его и ложатся с ним. То есть такой очень амбивалентный сюжет религиозный, который в то время был абсолютно не момент исследования амбивалентной сексуальности, поэтому тем более не момент обращения к библейским сюжетам. И Сигал делает эту работу, представляющую фигуру этого Лота, который, видимо, абсолютно потерянный после того, что с ним произошло, после того, что с ним сделали его дочери. Но при этом это сюжет, который Сигал берет, и для Сигала очень важно это взаимоотношение с религией, которая его родная религия, с иудейской традицией, в которой он вырос. И он с большим, с некоторым недоумением рассматривает о том, что это конец 50-х годов, там время битников, время нового интереса к религии, как всякой спиритуальности, когда там все открывают для себя дзен-буддизм или индуизм, какие-то эзотические религии. И для него совершенно непонятно, как религия может быть чем-то таким, что ты не практиковал с детства, потому что для него религия – это праздничные трапезы, это какой-то поход в синагогу, это вот эта вся как бы такая немножко душная бытовая атмосфера, с которой надо взаимодействовать, а не такие абстрактные рассуждения о том, как замечательно будет дзен-буддистом или духовность Востока. И поэтому для него вот эта ужасная неловкость, которая происходит, которую должен испытывать этот библейский персонаж, это то, что он пытается представить. Но при этом еще один сюжет, который связан с Лотом, до того, как произошло, когда им позволяют уйти из Содома, уходит он не только с дочерьми, но и с женой. И жена его, нарушая запрет, оборачивается на горящий Содом и превращается в соляной столб. И вот эта самая фигура, окаменевшая, превратившаяся в соляной столб, это тоже, наверное, то, что для этот образ определять, потому что здесь эта фигура Лота, но Лот тоже превращается в соляной столб, он тоже окаменевает на месте. И вот эти окаменевшие фигуры, фигуры, на которые словно не скульптура, а действительно окаменевшие, превратившиеся в соляной столб персонажи, это то, с чем Сигал будет работать. Его инициация в современное искусство происходит, потому что он в начале 50-х годов не только учится в институте, получает художественное образование, достаточно традиционное, ознакомиться с Аланом Капровым, американским художником, тоже изначально живописцем, который придумал определение хэппининг, и придумал хэппининг и энвайромент, то есть среду, как некую художественную практику. И в своих, когда Сигал после дружбы, после знакомства с Капровым, начинает знакомиться с Кейджем, знакомиться с Каннингом, и начинает узнавать перформативный аспект современного искусства, что есть современный танец, что есть какие-то театральные постановки, что есть хэппининги. И его обращение к скульптуре, которую он делает, наверное, связано с театром. То есть он делает буквально и с опытом современного танца, с танцем, который в то время, та реформа, которая происходит в танце, это реформа, когда отбрасывается традиционная балетная лексика, балетных движений, и танец, это некое сценическое действие, сочиняется из обыденных действий, из обыденных движений. Для того, чтобы получился балет, человек не должен прыгать на пуантах, он может просто идти или бежать по сцене. И из этого просто бега, просто сидения, просто прохода по сцене может состоять балет. И вот из такой же лексики обыденных движений, обыденных поз Сигал создает свои скульптуры. Цветная фотодокументация скульптуры Джорджа Сигала «Пассажир автобуса. 1962 год». На фоне белой стены выставочного пространства на сером полу стоят два настоящих чёрных автобусных сидения, одно за другим. На первом ряду расположены две белые скульптуры сидящих людей. Женская справа и мужская слева. Женщина лет 40-50 в юбке, пиджаке и туфлях, с короткой стрижкой или убранными назад волосами. Она сидит, положив ногу на ногу и скрестив руки на коленях. У неё достаточно грубые черты лица. Она смотрит прямо перед собой. Рядом с ней фигура довольно крупного молодого человека в брюках, пиджаке и ботинках. Он широко расставил ноги, смотрит немного вниз, соединив руки у пояса. На сидении за ними расположена ещё одна фигура. Это молодая девушка. На фото из-за других скульптур видно только её голову с убранными волосами. Голова повёрнута вбок. Она как будто смотрит в несуществующее окно автобуса. Позади неё стоит фигура взрослого мужчины в пальто. Он держит руки в карманах. Волосы на всех скульптурах отмечены очень скромно, их почти не видно. Поверхность скульптуры негладкая, материал наложен комками. Все фигуры выполнены реалистично и в натуральную величину, так как слепки сняты с реальных людей. Создает свои скульптурные композиции, которые всегда именно композиции. Это не отдельно взятые фигуры, это некая мизансцена. И это некая мизансцена, передающая самые повседневные, самые обыденные действия, мизансцены и ситуации. Это могут быть пассажиры автобуса, это может быть домашний ужин. И создает он их в совершенно новаторской технике. Он делает их слепки с живых моделей, с живых людей. Слепки сделаны не при помощи скульптурной глины или гипса, а при помощи гипса медицинского. Это гипсовые повязки, это бинты, пропитанные гипсом, которыми он обматывает своих моделей, которых даже натурщиками нельзя назвать. И потом эту гипсовую оболочку снимает, и даже не заливает ее заново гипсом, а, собственно говоря, склеивает эти оболочки, склеивает вот эту самую скорлупу от человека. И за счет чего возникает ощущение, на первых, невероятной физиологичности этого, потому что там видны отпечатки, там видны волосы, это очень тоненькие гипсовые повязки, там видны швы на одежде. И такой некой жути, потому что все медицинские материалы вызывают некоторую дрожь, такую физическую. И некая анонимность их от того, что это не скульптура, что это люди, которые, несомненно, здесь были, что это сделано с кого-то, что это не созданный образ, что это именно слепок. Это слепок исчезнувшего человека, это след без того, кто его оставил, и это слепок, который делает человека абсолютно анонимным. Это, несомненно, не обобщенный образ, а кто-то конкретный, но это кто-то конкретный, абсолютно неузнаваемый. Абсолютно все, любой из нас, и мы все. Очень реалистическая, одновременно, абсолютно деперсонализированная, анонимная скульптура. Эти скульптуры, которые он расставляет в самых привычных мизансценах, считает он себя, в какой-то момент он себя называет режиссером, что он работает как постановщик, что он создает мизансцены, в которых мы можем участвовать. И это могут быть там... И работает он с Эдваром, они обязательно, скульптуры эти белые, обязательно включены в соседство с реальными предметами. Если человек выходит из автобуса, он выходит из настоящего автобуса. Если женщина, принимая, бреет ноги в ванной, то это настоящая ванна. И еще происходит очень странный момент за счет того, что эти скульптуры... Вещи выглядят более реальными, чем скульптуры. Но при этом эти скульптуры как бы утаскивают в это свое небытие, в котором они находятся, утаскивают вот этот самый окружающий их реальный мир. Конечно, эти скульптуры выглядят как призраки. Конечно, одно из первых, первое, что приходит в голову, и вот эта самая легенда о соляном столпе, и представление, собственно говоря, о медузе Гаргоне, что это скульптура, что это не скульптура, что это действительно люди, которых некая страшная сила внезапно посреди самых ободенных действий превратила в камень. Причем не в камень, а вот в этот самый, опять-таки, очень эфемерный гипс, который усикал и у Джекамити любимые материалы, то, что это скульптуры, в которых есть ощущение эфемерности, в которых есть ощущение анонимности, в которых есть ощущение, что то, что создаёт, что скульптура – это некое пространство. И в этом смысле, при абсолютной разнице эстетика и техника, действительно, на Джекамити и Сигл достаточно близкие художники, поэтому для Сигл снимают эту проблему вглядывания в натуру, как можно работать с натурой. Он просто делает этот процесс автоматическим, эти скульптуры в любом случае слепки и отпечатки, и чем больше это отпечаток, тем больше ощущение того, что то, что оставило этот след, абсолютно исчезло. Это скульптура, в которой есть ощущение призрачности, ощущение призрака, который остался, скульптура, которая и абсолютно конкретна, и анонимна, и присутствует среди нас, и при этом находится в неком другом времени, и ассоциировался с Сигл, принадлежим к движению поп-арта, и в контексте поп-арта это вполне считывается, что предметы стали реальнее людей, что никаких людей нет, есть только масс-медийные образы, в которых абсолютно растворилась реальность. Но при этом, наверное, у Сигла нет такой поп-артной легкости, и что реальности нет, и не надо такого растворения в этом мире симуляторов. Есть абсолютная такая тоска по этой реальности, есть бытовое начало, есть ощущение ностальгии по этому миру, который он пытается запечатлеть, и который как бы исчезает на глазах, и есть удивительное сходство, тоже всеми абсолютно отмеченное, что то, что он делает, сами мизансцены, в которых он выстраивает своих персонажей, что-то удивительно похоже на картины Хоппера, которые он просто почти копирует один в один, это те же люди, это тоже ощущение там одиночества в городе, разобщенных пар, меланхолии, вот все эти как бы вполне хопперовские мизансцены и композиции Сигла будет постоянно копировать с тем же ощущением там ностальгии и ожидания чего-то, ожидания того, как эти фигуры как бы ожидают, когда они проснутся, когда они оживут, и с ощущением оцепенелости, что как бы вся наша повседневная жизнь, вот эта повседневная рутина, это состояние некой оцепенелости, некого полусна, из которого хочется проснуться, и вот это как бы оцепенение повседневности, которое одновременно и оцепенение, и сон, и монументализация, превращение в статую, причем как бы естественно первые его вещи были наиболее безжалостными, наиболее жуткими, потом это все-таки начиная, чем дальше он работает, тем дальше эти вещи начинают восприниматься как просто скульптура, которая может передать нежность, которая может передать некое мастерство, что любое движение можно слепить, что любое движение можно запечатлеть. Цветная фотодокументация скульптуры Джорджа Сигала «Танцовщицы», 1971 год. На фоне стеклянной стены выставочного пространства на черном плоском прямоугольном постаменте выстроена скульптурная композиция из четырех танцующих женских фигур. Все фигуры белого цвета. Они стоят по кругу, их руки разведены в сторону и почти соприкасаются. Волосы у всех девушек убраны под облегающие головные уборы. Одежды на девушках нет, но детали тел сглажены, на ногах нет обуви. Все находятся в разных танцевальных позициях. Три фигуры стоят обеими ногами на земле. Четвертая же делает нечто вроде ласточки, у неё согнута колено правой ноги, на которую она опирается, левую она держит сзади на весу, корпусом она наклоняется вперёд и как бы тянется к руке рядом стоящей девушки. Эта работа также является слепком с реальных людей. Она выполнена реалистично, в натуральную величину. Можно выстроить вот таких танцовщиц, можно вообще сделать трюк, сделать цирковых акробатов, которые летают под потолком музея. Можно сделать вот такую вот женщину на верёвке, как он её лепил с этой верёвкой. Чёрно-белая фотография Джорджа Сигала в его мастерской. Перед нами мастерская скульптора. Бетонный пол, стены белого цвета. Вдоль стен сгрудились коробки и тумбы. На стенах висят фотографии. В помещении грязно, на полу валяется какой-то шланг. Посередине комнаты на полу расположен матрас, на котором лежит женщина-модель на животе лицом вниз. Она лежит в позе висящего акробата. Правую руку она вытянула вверх, левую завела за спину. Правую ногу согнула в колени и заложила за левую. Под коленом лежит кусок поролона. Он служит упором для ноги. Модель без одежды. Она обмотана бинтами. Её тело частично замазано гипсом. Рядом с ней, опираясь на одно колено, присел сам художник. Его лица не видно, он смотрит вниз. Он покрывает тело девушки гипсом. На Сигале клетчатая рубашка и светлые брюки. У него вьющиеся волосы. Можно сделать все возможные фактуры. Возникает идея эффектности и мастерства. Можно ещё цвет вести. Можно выстроить из этих фигур, из этих истуканов все возможные мизансценные композиции. Эти композиции становятся всё более и более эффектными, всё более и более кинематографическими, как в этой истории. Там появляются фотографии, в общем, всё что угодно. И с 1972 года у него появляется цвет. Появляется он впервые вот в этой вот работе, как вечеринка с костюмами. Фотодокументация скульптурной композиции Джорджа Сигала «Костюмированная вечеринка», 1972 год. В небольшом выставочном пространстве с белыми стенами, полом и потолком находятся пять скульптур. Ближе к нам, слева, стоит высокая человеческая фигура. Тело полностью закутано в плащ, вместо человеческой головы — ослиное. Вся фигура выкрашена в ярко-синий цвет. Напротив, справа, ярко-красная мужская фигура. Мужчина обнажён. Он стоит к нам боком и повёрнут лицом в сторону синей скульптуры. У него на груди висит какая-то табличка. Руки он скрестил за спиной. Позади него стоит чёрная фигура мотоциклиста. У него невысокие сапоги на небольшом каблуке. Фигура и одежда полностью выкрашены в чёрный цвет. На голове у него настоящий белый мотоциклетный шлем с жёлтым защитным стеклом. Позади мотоциклиста ещё правее, почти в углу зала, на жёлтой табуретке сидит жёлтая женская фигура. На ней туфли на каблуке. На голове у неё что-то очень похожее на шапку-ушанку. Вся фигура сплошняком покрыта однородным жёлтым цветом. Между всеми этими персонажами на полу находится двойная скульптура белого цвета. Это молодая пара, обнажённые девушка и парень. Они лежат на смятом одеяле. Девушка лежит на боку, опираясь локтем на подушке. Мы видим её плечи, грудь и тонкие прямые волосы. Её тело повёрнуто к зрителю. Перпендикулярно ей лежит молодой человек. Он лежит на спине, голову положил на бедро девушки, его ноги согнуты в коленях, одна закинута на другую. Представляющая, наверное, хэллоуиновскую вечеринку. Причём цвет появляется очень интересным образом. Там появляются белые фигуры, для которых цвет является костюмом. Анонимность белизны маскирует себя анонимностью монохромной окраски. Цвет возникает как ещё одна опция анонимности, как ещё один вариант анонимности. Само по себе анонимное, что может быть анонимнее, чем белый гипсовый слепок, раскрашенный гипсовый слепок. И вот возникают эти всегда нереалистические, всегда монохромные фигуры, в тех же самых, как бы, ещё менее реальные, ещё более призрачные, ну и более красивые, потому что, конечно, для такой вот красоты и эффектности, особенно когда это становится всё большим и большим мейнстримом, тоже никто не отменяет. Фотодокументация скульптуры Джорджа Сигала «Девочка на стуле», 1970 год. На фоне белой стены выставочного пространства висит небольшой, около метра в высоту, вертикальный чёрный короб без передней стенки. Внутрь него помещена часть красного стула и фрагмент белой обнажённой женской фигуры. Женщина повёрнута к нам спиной. У стула есть только сидение и спинка, ножек нет. Сидение стоит на нижней грани короба. Спинка прямоугольная, имеет три горизонтальные перемычки. Фигура девушки сидит на правом краю стула. Вверх головы и правая часть тела обрезаны стенками короба. Левая рука ниже локтя и левая нога ниже колена обрезаны задние стенки короба. И удивительным образом, так же, как скульптура Сигала, даже слепленная непосредственно с живых людей, выглядит абсолютно бесполыми, абсолютно асексуальными. И какой-то эротизм тела, эротическое ощущение тела возникает у него странным образом, когда начинает в 70-е годы, делать работы, связанные с... Это тоже слепки, но слепки фрагментов тел. И вот эти фрагменты тел, обнажённые уже, в них возникает ощущение тактильности, в них возникает, собственно говоря, это классическое качество скульптуры, которое всегда в ней востребовано, возникает эротизм прикосновения, эротизм этого фрагмента и обнажённые натуры. Это обломки, которые прочитываются, тоже как обломки античных статуй. И фрагмент как возвращение, в общем-то, гораздо более традиционного представления о скульптуре, её восприятии, о восприятии человеческого тела, и восприятии индивидуализированности этого тела, которое в 70-е годы, 80-е сигл развивают в этой самой серии фрагментов. Это тоже включая в них цвет, по-разному работая, обыгрывая все возможные элементы этой техники. У неё довольно мало портретов. Это всегда слепок с конкретного человека, но слепок очень редко является портретом. И всё-таки исключения бывают. Портрет создаёт не лицо, а мизансцена. Один из первых портретов, который называется, такой портрет художника в его мастерской, где именно мизансцена этой мастерской, этого лофта, создаёт индивидуальность. Не фигура. Фигура анонимна, но фигура занимает то место в том пространстве, которое может занимать только этот человек, этот художник. Цветная фотодокументация скульптуры Джорджа Сигала, Алиса, слушающая свою поэзию, 1970 год. В выставочном пространстве расположена скульптура обнажённой женщины белого цвета. Она сидит на голубом стуле, обхватив себя руками за плечи. Мы видим женщину со спины. Перед ней небольшой светло-зелёный стол. Противоположным от женщины концом, стол упирается в стену. Часть стены вокруг стола выкрашена в чёрный цвет. Над столом на стене висит пустая оконная рама серого цвета. Сквозь раму видна лишь чёрная стена. На столе перед женщиной стоит чёрный радиоприёмник с антенной. Это Элис, которая слушает радиопередачу со своими стихами. Эти коллекционеры, которые сидят, видимо, на фоне картины, вот таким образом обозначенного монохрома, и, в конце концов, тоже то, что определяет ещё одного коллекционера, это та картина Мондриана, которая перед ним находится, а вовсе не его лицо, хотя лицо это сделано с него, это как бы маска. Интересным образом, именно с этих моментов, Сигал, естественно, это как любое искусство, это искусство об искусстве, а возможности искусства, и как можно сделать портрет в портрете. Скульптурный автопортрет Джорджа Сигала под названием «Автопортрет. И голова, и тело». 1968 год. Скульптура изображает работы скульптора с гипсовым слепком. В затемнённом выставочном пространстве стоят две белые скульптуры. На переднем плане обнажённое женское тело, сидящее на стуле. У женщины нет головы. Она сидит ровно, колени сведены, руки лежат на коленях. У женщины большая грудь, округлый живот, выпирающие ключицы. За ней стоит фигура художника. Он запечатлён в полный рост, в рубашке с коротким рукавом и брюках. У него круглая голова, лицо, плотное телосложение. Он смотрит на женское тело перед ним. В руках художник держит голову женской скульптуры. Автопортрет он делает, уравнивая себя с этим самым гипсовым слепком, когда у него вместо модели это слепок, с которым он работает, это тело, и голова, которую он держит отдельно. Этот момент, когда он монтирует, собственно говоря, эту фигуру, эту оболочку. Но он сам такая же оболочка. В том мире, в котором он создаёт, в мире достаточно иногда ностальгическом, иногда гротескном, и довольно жутковатом. Нету разницы между искусством и неискусством. И нету разницы между искусством и копией. Копией. Любое искусство – это копия. Любой художник – это копия себя. Поэтому, опять-таки, портрет его коллеги-художника Джона Чемберлиана, который создавал скульптуры из деталей разбитых автомобилей. Чемберлиан определяет не его лицо, определяет предмет, который он делает, определяет его скульптуру, которая не его скульптура, а фейк его скульптура, потому что это мир вот этого вот самого тотального фейка, который живет только ностальгия по реальности. Ностальгия по собственной реализации. Так же, как фейком оказывается стул Пикассо, если его попытаться вынуть из картины, собрать из найденных на барахолке элементов стула и поставить рядом с ним вот эту классическую, более-менее реалистическую женщину, которая не просто реалистическая, а реальная. Скульптура Джорджа Сигала «Стул Пикассо», 1973 год. На фоне белой стены выставочного пространства на белом полу, боком к нам, стоит белая обнажённая женская фигура в натуральную величину. Правой рукой женщина опирается на высокую конструкцию, составленную из разных предметов коричневого цвета. В конструкции использованы разные части старинного деревянного стула, задняя часть старинного зеркала, подушки, вешалка, резная балясина. Все предметы как будто собраны в случайном порядке в композицию высотой со скульптуру девушки. Они напоминают ассамбляжи Пикассо, в которых он использовал различные части реальных предметов, закреплённых на холсте. Что останется от модернизма? Можно ли модернистские предметы обратно вернуть в реальность? И что из этого получается? Как выглядит натюрморт, если его положить на стул? Как выглядит сезановский натюрморт? Вот целая серия работ, которую Сигал делает в 80-е годы, серия достаточно диалогов с наследием модернизма, серия на самом деле очень беспощадная к искусству, потому что, да, действительно, что получает Сезанн, это, наверное, самый безвоздушный художник, когда от яблока остаётся, это самые невкусные яблоки в живописи, когда от яблока остаётся только геометрическая форма. Что получается, если эту геометрическую форму обратно вынуть? Получается вот этот достаточно жуткий безвоздушный муляж, никакая выкачанность жизни. Любое искусство невозможно вернуть обратно в реальность, оно немедленно превращается в фейк. А может быть, лучше всего это получается с работами Моранди. Вот метафизический натюрморт, он в трёхмерном виде такой же метафизический, как и Моранди. Это может быть как раз... И так эти предметы столь же анонимные, поэтому здесь это скачка не происходит, ну, там всевозможный брак, всевозможные вот эти игры с модернистским наследием, как бы, и с тем, что искусство, в конце концов, как и в работе с портретом с картиной Мондриана, искусство может как бы оказаться только фоном для какой-то реальности, которая сама по себе предмет имитации, через этот предмет имитации осознания, собственно, фейковости, она может стать искусством заново. При этом, естественно, сигал — это не только формалистическое искусство, это не только диалог с историей искусства, это достаточно часто, достаточно резкие высказывания на злобу дня, это достаточно ангажированный социальный художник. Фото документация скульптурной композиции Джорджа Сигала «Казнь», 1967 год. Перед нами выставочное пространство, в котором находится скульптурная композиция из четырёх белых скульптурных изображений человеческих фигур. Часть стены и пол позади фигур выкрашены в чёрный цвет. Три фигуры лежат на полу. Тело слева лежит по диагонали на животе, колени повёрнуты влево, руки лежат дальше головы, одежда распластана по полу. Два других лежат на спине, лица обращены вверх, головы слегка запрокинуты, их руки раскинуты в сторону. Средняя фигура лежит, раскинув руки и ноги. Ноги крайней правой фигуры соединены вместе, руки раскинуты, ноги лежат ровно, но тело слегка изгибается влево. Четвёртое тело висит на стене, над самой левой, лежащей по диагонали фигурой. Оно подвешено за ноги вниз головой. Руки у этого человека согнуты в локтях, расставлены в разные стороны, одежда свисает вниз. Расстрел, казнь, то, что он делает в 1967 году, это годы демонстрации против войны во Вьетнаме, это годы восстаний, это годы подавления этих восстаний. Поэтому возникает вот эта самая достаточно жуткая работа с растерзанными телами. И первый его публичный заказ на паблик-арт, который он получает в 1970-е годы, в 1970-е годы он начинает работать с бронзой, а не с гипсом, то есть отливать эти работы с бронзой. Соответственно, их можно выставлять на улице, как паблик-арт. И первый заказ, который он получает, это заказ на увековечение жертв расстрела в Кентском университете. Расстрел, который произошел в 1970-м году, я быстро рассказываю, про что была история, когда демонстрацию студенческую, протестующую против войны во Вьетнаме, на них выслали спецназ, который должен был разогнать эту демонстрацию, и эти самые спецназовцы почему-то открыли огонь, стали стрелять в них. Не по приказу совершенно, и четверо юношей погибло, причем один из них не был демонстратом, а просто мимо проходил. История была совершенно позорная, никто не признал, что никакого приказа стрелять на поражение вроде бы не было, при этом этих полицейских никто не наказал, никто не там были, никто не наказал. Вот так и была построена жуткая история, один из символов антивоенных демонстраций, антивоенной борьбы, которую в 1978 году решили увековечить в этом самом. И Сигалу заказали монумент. Монумент он сделал очень парадоксальный, от которого в результате этот университет отказался, потому что он решил в качестве мемориала этим жертвам сделать скульптуру на библейский сюжет о жертвоприношении Исаака, об Аврааме, который должен был по требованию Господа, должен был принести в жертву своего единственного сына. И в последний момент Бог велел ему остановиться. Фотодокументация мемориала, сделанного Джорджем Сигалом в памяти о 4 мая 1970 года. Скульптура Авраам и Исаак, 1978 год. Небольшая площадь или улица в старом городе. В центре широкий невысокий бронзовый постамент в виде большого прямоугольного камня или скалы. На нём расположены две бронзовые человеческие фигуры. Они изображают библейских героев – Авраама и его сына Исаака. Авраам стоит слева и держит в руке нож. Это мужчина средних лет, крепкого телосложения. На нём рубашка с засученными рукавами, закатанные до колен штаны. У него густая недлинная борода. Он стоит, широко расставив ноги, одну выставив чуть вперёд. Руки немного разведены, колени чуть согнуты. Справа, опустившись на колени, стоит Исаак со связанными руками. Это обнажённый по пояс молодой человек. Он стоит на коленях, связанные руки перед ним. Лицо поднято на Авраама, рот слегка приоткрыт. Вся его фигура как бы устремлена к Аврааму. И вот как бы сделаны эти фигуры, вот такой вот Авраама, такой Исаак. То, от чего отказался немедленно университет, сказав, что нельзя насилие увековечивать в сцене насилия. Но я думаю, что дело не только в этом. Действительно, очень двусмысленная идея. Кто, что здесь, кто. Авраам – это государство, которое приносит, готово принести жертву своих детей. Но Авраама – это библейский патриарх. То есть это действительно очень странная, двусмысленная история, которая там существует в музейных коллекциях, но которая в качестве мемориала не состоялась. И вот эти библейские сюжеты, с первой, собственно, своей скульптурной работы, ветхозаветные сюжеты Сигал продолжает исследовать. Фотодокументация скульптурной композиции Джорджа Сигала «Иаков и ангелы», 1984 год. Перед нами скульптурная композиция из трёх белых слепков с человеческих фигур. Фигуры стоят в каком-то затемнённом пространстве, пол которого напоминает потрескавшуюся поверхность пустыни. На полу, на спине, лежит мужская фигура. Возле его ног находится вертикальная лестница, по которой поднимаются две человеческие фигуры, повёрнутые к нам боком. Это женская фигура, которая уже стоит на середине лестницы, и фигура мужчины, который одной рукой держится за лестницу и поставил на её перекладину левую ногу. Парень смотрит на лежащего сверху вниз. Женская фигура смотрит куда-то ввысь. На чёрном фоне проступают белые точки, по-видимому, звёзды. Он делает лестницу Иакова, которая совершенно сознательно сделана в виде такой сцены из варьете, цирковой сцены. Ангелы, видимо, в виде прекрасных женщин. Какое-то такое удивительное бизионерское цирковое переживание, в которое превращается этот библейский сюжет. Как бы более мрачная, более традиционно скульптурная композиция. Очень странное изгнание из рая, где рай выглядит как ад с адским пламенем. Это действительно такой очень странный диалог с библейской традицией, с библейскими историями, которые его, его история, его традиции, которые он себя причисляет, с замечательным определением, которое мне попалось. Это как раз статья из американской христианской прессы. Это рецензия на выставку Сигала, где автор пишет, что Сигал делает у него библейские персонажи такие же анонимные, такие же реальные, как все его персонажи, потому что это те же самые слепки с моделей, которые именно модели, а не актеры. Они не могут играть, их можно только расставить в нужных мизансценах. Они никогда не могут быть соизмеримы со своими библейскими, бесхозаветными героями, но поэтому они выглядят так, как выглядят участники мистерии где-нибудь в Мексике, где нищая, где крестьянин должен играть Иисуса Христа, представлять Иисуса Христа. Поним, что он его не может играть, что он с ним не соизмерим. И сама его вот эта невозможность игры, невозможность является молитвой, является вариантом молитвы, что я не могу себя с этим сопоставить, я заведомо не сопоставим с этим. И вот это сравнение с мистерией, оно, наверное, очень красивое, очень точное, что это абсолютно анонимные скульптуры, которые реальные и анонимы в то же время, чем замечают на анонимностях, что это скульптура, почему они еще монохромные, что это скульптура, с которой мы не можем взаимодействовать, мы не можем любоваться этой женщиной, но мы можем отождествить себя с ней, если мы. Это как бы те фигуры, которые являются пространством, экраном, чаще всего белым, на которые мы можем проецировать себя. Это то, что может быть, как бы разыгрывает нашу жизнь, наше представление. Поэтому такими же проекциями нашими могут стать эти анонимные скульптуры, анонимные фигуры в библейских композициях и в монументах. Это один из таких уж, когда я говорю, что стикл становится мейнстримным, в хорошем смысле официальным художником. В 1982 году он делает памятник Холокосту для Сан-Франциско с своей постоянной техникой, в той же самой мизансцени, с этими разбросанными телами, и с фигурой, которую он копирует по фотографии, знаменитой фотографией, которая была в 1945 году, по-моему, в журнале Life «Освобождение Бухенвальда». То есть он просто заново и в той технике, в которой он работает, это такой реенактмент, разыграть заново эту сцену. Действительно есть человек, с которого он это лепит, который повторяет эту мизансцену, который делает это переживание заново. И еще более такой тоже официальный монумент, который стоит, по-моему, в Вашингтоне, и в Великой депрессии. Фотодокументация скульптурной композиции Джорджа Сигала «Очередь за хлебом» в годы Великой депрессии, 1999 год. На улице вдоль кирпичной стены установлена бронзовая скульптурная композиция. Она состоит из пяти мужских фигур серого цвета. В стене справа имеется старая дверь. Мужчины выстроились в очередь к этой двери. Мужчины примерно одного роста. Все они в пальто и шляпах, в грузных ботинках. Бронза на плечах, груди, лицах, шляпах и ботинках позеленела. «Очередь за хлебом» во время Великой депрессии, в которой вот так вот лепилась деревенская чета, человек, который слушает радио. И почему это становится возможным как монумент, что еще происходит в этот момент с Сигалом, почему этот переход от поп-артного художника, представляющего оцепенение и пустоту современной жизни, так как, если говорить в таких терминах, почти советская пресса, как бы она могла писать по парте, к официальному художнику, почему эти персонажи перестают читаться как пустые оболочки, начинают читаться вполне себе патетически. Потому что вообще с любыми скульптурами такого рода есть, приходит удивительная метаморфоза. Скульптура, которая в 65-м году выглядела женщина в метро, которая была просто как женщина в метро, которая сидела вчера напротив нас, через 15 лет оказывается женщина из 65-го года из метро, она оказывается человеком другого времени, она оказывается привидением, она оказывается тенью прошлого. И как тень прошлого, как некий след прошлого, она вызывает, опять-таки, уже как бы она перестает читаться, иронически это перестает читаться сатирически, как это могло читаться. И вот этот момент как бы некой ностальгии, некого ощущения, что это слепок прошлого, который благодаря этому слепку может присутствовать среди нас, как память, абсолютно меняет прочтение скульптуры. И вот такие тени прошлого, следы прошлого, буквально эта живая память, призраки, но в таком не угрожающем, а в хорошем смысле этого слова, это то, что, наверное, позволяет изменение восприятия самого языка и самой техники, которую придумывает Сигал, который позволяет ему не менять, абсолютно не меняя эстетику, из художника по партнеру стать художником, который создает эти очень патетические, прекрасные монументы, прекрасные памятники, образец высокого государственного искусства. Причем этот язык после Сигала стал достаточно распространенным в Соединенных Штатах, где вообще монументы людей в натуральный рост, которые не стоят на постаментах, а идут по городским площадям и улицам, очень приняты. И такой совершенно в традиции Сигала, но не им сделано, один из, наверное, очень мощных монументов, это тоже Вашингтон, тот самый монумент Корейской войны, где просто стоит вот это войско в поле, и который очень сильное производит впечатление, это не слепки, это по-другому сделано. Но вот это сама степень реализма этих фигур и то, что это не скульптура, а мизансцена, и некий environment, наверное, это тоже, вот эта скульптура могла быть возможна только после Сигала и после того переосмысления языка скульптуры, который он сделал, и языка реалистичности. Ну и один из его самых ранних и, может быть, самых значимых монументов, это памятник, как бы это на русском сказать, «Борьбе за свободу сексуальных меньшинств» ГБТ-сообщества, которое сделано в 80-м году, посвящен он первому стихийному бунту, протесту Нью-Йоркского ГБТ-сообщества против полицейских рейдов, полицейских зачисток гей-баров, это было там, это было в то время, гомосексуализм был вне закона, то есть людей лечили от него, лечили электрошоком, это была там какая-то чудовищная, абсолютно унизительная ситуация. Начинала, как бы, только начиналась борьба за свои права, и вот таким стихийным выступлением, которое это сообщество сплотило, это был вот этот самый бунт, который произошел во время полицейской зачистки гей-бара в 69-м году, и вот именно в юбилее этого события стали проходить гей-прайды. И в 80-м году Сигал делает монумент вот этого, как бы памятник этим событиям, очень простой, да, это просто две мужские фигуры, которые обнимаются, и две женщины, которые сидят рядом. И, наверное, самое замечательное в этом памятнике – это то, что это действительно просто скамейка в Нью-Йоркском сквере, и это фигуры, с которыми мы можем вступить во взаимоотношения, потому что, может быть, самые пронзительные вещи, которые Сигал сделал, это именно фигуры, которые находятся в реальных окружающих, не в музейных пространствах, не в специальном монументе, а просто в парках, да, это просто фигуры, которые сидят на скамейках, это фигуры, к которым мы можем присоединиться, это вот эти вот замечательные скульптуры, которые стоят на огромном автобусном вокзале, в автобусном терминале в Нью-Йорке. Они просто стоят вместе с нами. И именно потому, что они становятся все… что они запечатлели реальных людей другого времени, что чем больше, тем дальше они стали, тем более ностальгическими они становятся, это то прошлое, это те следы прошлого, это те следы этих людей, их присутствия, которые все время находятся с нами, как живой образ памяти, как живой образ времени. Ну, на этом все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А у меня такой вопрос. Может ли… Вот… Я вас не вижу. Может ли это новаторство Джорджа Сигала, произведенное им в языке скульптуры, основываться не столько на переосмыслении истории искусства, сколько вот на таких найденных объектах, если так можно выразиться, как отливки с полостей из-под тела погибших, извержения Помпеи и Геркуланума, которые были сделаны. Конечно, не являются сопротивлениями искусства, но вот они и ситуативны, и вот та же техника, материал. Меня просто не оставляла эта ассоциация на протяжении… Да, я думаю, что она там действительно присутствует. Мне не очень попадает… Это не то, что в первую очередь принято о нем говорить, но, конечно, это присутствует там, что это всегда некая память, что это всегда некий след исчезновения, тот драматизм, который есть в его работах. Но это все связано, потому что и история искусства, и открытие, и использование медицинского гипса как материала, и отсылка к памятнику, к этим самым действительно фигурам, ужасным в Помпеях. Это все… Это не то, это не либо то, либо другое, это и то, и другое, потому что, опять-таки, эти Помпеи – это скорее памятник истории искусства. Туда едут резки смотреть. Это как бы… Культура же – это не только произведение искусства, это все остальное тоже история. Ну, спасибо за напоминание об этом. Ку-ку. Слышно все? Скажите, пожалуйста, Джакамити выставлял свою графику в музейных пространствах. Простите? Джакамити выставлял свою графику в музейных пространствах? Не знаю. Не знаю. В смысле, при жизни – не знаю. Еще вопрос. Издавал книгами, издавал альбомами. Вопрос у человека на онлайн-трансляции. Он спросил, повлиял ли Джакамити на анимацию? Ох, хороший вопрос. Ну, это как бы надо спрашивать у аниматоров. Но я думаю, что… Понимаете, ну, все влияет на все. Когда придумывается такая пластика, то потом она, естественно, повторяется. Где-то и хочется запустить движение. Наверняка есть анимационные фильмы, которые сделаны с прямыми… Как бы напрямую анимируют фигуры Джакамити. Но не то, чтобы он там образовал новую линию в истории анимации. Но наверняка его кто-то цитировал. Спасибо. Еще у кого-то вопросы? Есть вопрос еще лично у меня. Я заметила, что у Джакамити есть какие-то темы, которые перекликаются с темами у Уиз Буржуа. Например, подвешенные скульптуры или скульптуры в клетках. Или даже вот его неприятный объект немножко похож на скульптуру «Девчушка». Даже не немножко. Да. Я хотела попросить вас, если у вас есть возможность, немного сравнить этих художников. Ну, смотрите. Я думаю, что это опять-таки все являются частью одной истории. И, конечно, у Уиз Буржуа очень много перекличек с ним. Это не только ее… То, что она как бы… ее инсталляции с клетками, которые очень сильно перекликаются с Джакамити. Это ее самая ранняя скульптура. Вот эти самые… Такие же тотемоподобные фигуры, образующие такой же либо лес, либо город-небоскреб. Самая первая скульптура, с которой она работала. Поэтому вот происходящее… Она тоже училась в той же этой самой академии. Это довольно… Это все было достаточно… Естественно, она его не могла не знать, но это все часть одной истории искусства довольно близкого контекста. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garajmca.org